Путь к сердцу туриста ведет через кухню. Именно так решили сегодня в Ассоциации рестораторов Чувашии. Национальная гастрономия не просто может, а призвана завлечь в регион туристов со всей России и из-за рубежа. Татьяна Молкова, хоть и живет в Чувашии с рождения, а тоже узнала и попробовала много нового. А оказалось, традиционные блюда. Из Екатеринбурга в Чебоксары представители туриндустрии Урала делились своим опытом, как привлечь и задержать туристов на своей территории. Туризм долгое время в стране был как нелюбимый ребенок. Роди все куда-то ездили, а индустрия развивалась по странному, если не сказать хаотичному сценарию. Сегодня очень интересно, это и сельский туризм, это гастрономический туризм, потому что путешествуем, мы хотим пробовать вкусы, в том числе и вкусы Чувашии. А здесь, на самом деле, вы можете покорить любого своим колоритом, от приготовления пива и заканчивая мясными блюдами. Покорять национальной кухни в этот раз решили в первом в Чебоксарах ковид-фри-кафе. На суд представители туриндустрии Чувашии и Свердловской области представили традиционные шартан, хупсу-сутятины и кагай-шурпи. Суп очень вкусный, необычный. Вы знаете, удивило, лук неожиданно проявил себя. Вот секреты современной, новой, подрухни – это как раз баланс всех вкусов и текстур. И лук здесь, он, видимо, достаточно свежий, он у нас очень удивил, то есть с приятным послевкусием. Конечно, еще ждем продолжения. Я в восторге. Ничего подобного никогда не пробовала. Ассоциация рестораторов, которая недавно появилась в республике, предлагает в каждом ресторане подавать блюда чувашской национальной кухни. Например, в итальянском может появиться средиземногорская севиче из волжского судака. А во французском кафе почему бы не подать круассаны с творогом и луком. Своеобразные оксюмароны, то есть сочетание несочетаемого. А так может быть гармонично при правильном подходе. Подается оливье с шартаном. Но многие, услышав это наименование, могут подумать, что шартан в оливье находится. На самом деле формат подачи заключается в том, что это обычное оливье и рядом бутербродик с шартаном. Соответственно, немножечко другая интерпретация французского салата. Суть в том, чтобы в меню ресторанов появилась национальная кухня, причем качество, наполненность той, которую привлекательны туристам. Все-таки гастротуризм и все, что связано с национальной едой, социокультурным кодом, это тот привлекательный магнит, который тянет к себе туристов. Национальная кухня – то, что может притягивать туристов. Если понравится еда, то понравится и регион. А если понравится регион, то и количество туристов увеличится в разы. И каждый, кто оставит положительный отзыв, станет амбассадором. Например, Чувашей. Татьяна Молокова, Андрей Шоклев, Республика.